здравствуйте любители l2r у нас сегодня вышло очередное обновление давайте смотреть что там у нас появилось ну начнем наверно сразу же с основного нам добавили 5 новых эмблем но они же книжки в простонародье сразу хочу обратить внимание что они у нас сразу доступны все пять штук покупать их не надо то есть они у нас бесплатные и давайте мы разберемся где на них брать кубики значит первые три эмблемы у нас идут кубики с адской элитки то есть вы заходите в адскую элитку там все стандартно вы спокойно отбиваете ход в адской элитки но и среди дропа вас добавились новые кубики соответственно вы эти кубики собираете но и вот эти три новых книжки за счет этих кубиков вы так сказать украшаете их эти украшениями далее значит четвертая книжка тут наверное даже еще проще эта книжка у нас на нее идут кубики с 5 на 5 то есть вы заходите в магазин который у вас идет в магазине полей битвы открываете непосредственно сейчас мы его найдем монета судьбы на английском языке не знаю как но и вот тут видно то что здесь можно покупать еженедельно и сырный кубик на выбор плюс брать еженедельно кубики рандомные но и тут еще страницы которую потом можете объединить в книжку и так сказать сделать лимит этой же книжке то есть увеличивать там до 40 лимит и последняя наша наша книжка значит у нас получается идет на тоже уже сразу же активно но кубики на нее берутся с нового уровня сложности крб который у нас теперь называется которая сейчас мы найдем так подземелье клана убежище которые и вот тут нас добавился очень сложный так сказать уровень сложности и отсюда будут вам по аналогии с теадой падать кубики но он тебя там под аранжевые кубики отсюда будут падать вот эти вот новые вот следовательно с адской элитки эти кубики не падают то есть их можно достать либо скатуры вот этой новой либо за донат 0 за красные там без коробок но тут еще видно что мы плавно переходим к второму так сказать обновлению в этой игре у нас получается краски добавили тут новую сложность вот следовательно отсюда падает у нас новый артефакт снижение крит урона пвп кстати говоря белого цвета ну по традиции будет падать скорее всего в хранилище клана и потом уже будут его клан лидеры распределять но тут небольшое отступление когда на корее ввели новую сложность которые там произошла какая-то непонятная оказия то что корейцы со своими там миллионными бм не смогли и убить что-то там разработчики намудрили поэтому посмотрим как будет у нас то есть будет ли у нас тоже самый бах который потом исправит либо учтут так сказать ошибки и у нас уже сразу нормально будет который который может быть спокойно победить ну посмотрим так и что у нас тут еще из игрового из игрового у нас бросили крепости значит и у нас получается поменяли нас добавили третью и сырную крепость видно что здесь принципе их теперь три также у нас сократили количество бэш на кто из них тут теперь по 2 стала но у нас теперь всех крепостей собственно говоря по 2 но только и сырных теперь три непонятно здесь принципе по наградам но по моему они идентичные то есть здесь все отличие только в чсв кто там займет так сказать самую вот эту вот крайнюю сырную но посмотрим ставки будут сегодня ночью поглядим и плюс у нас еще добавили артефакты которые вот завершился у нас недавно сезон линдвиора ну как недавно принципе уже давно завершился он но артефакт добавят только сейчас они у нас соответственно вот они легендарные герои все эти артефакты вы спокойненько заходите в магазин вот этот вот так по моменту на зашел так сейчас у нас идет здесь магазиновой версии и вот вкладка ярости линдвиора тут тут они у меня были но сейчас их нет тут за адену можно будет все купить вот соответственно их покупаете активируете и дает вам это примерно там 40 тысяч бм а ну как на этом все так посмотрим что у нас такие тут улучшения появились но я вижу то что у нас можно теперь перекрафчивать свитки трансформации непосредственно ну раньше можно было универсальные теперь можно конкретные то есть там с наверное ср на и так далее можно там типа если у вас там есть плюс 73 штуки это можно сделать плюс 8 и так далее вот хотя подождите что-то по-моему какая-то ерунда такое ощущение что там наоборот их можно понижать сейчас мы это проверим так трансформации да действительно свитки можно не только апать но и понижать то есть мы видим что например тот же самый закрывать кодекс бывает такое что там нужны получается у нас морфы например там 7 и 8 а вас там только 9 10 и чтобы вам не точить с нуля вы можете имеют эти вот свитки точки понижать ну и соответственно таким же образом и увеличивать их кстати довольно удобно ну у нас до сих пор эти свитки как бы с неба не падают поэтому в любом случае у всех они в ограниченном количестве поэтому посмотрим так смотрю какие нас баги поправили но тут ничего особо интересного нет и давайте наверное перейдем теперь к ивентам значит по ивентам у нас здесь за вход в игру нет наверное не здесь так события награда вот за вход в игру у нас сейчас можно будет получить банки которые продлевают время хода в адской элитке плюс тут еще можно будет получить записки которые но если вы пойдете закрывать ядра они увеличивают собственно на каждый написано сколько-то на 200 процентов где-то на 400 и так далее вот у даже на 300 процентов есть но это как бы такая некая замена вот тем самым банкам которые когда-то у нас давно были с крепости которые повышали в два раза выпадение ядер но теперь вот эти банки дам дам но их уже нет но периодически разработчики подкидывают такую ерунду так это у нас первый ивент потом значит у нас будет ивент ну по традиции уже завтра там будет некая мистическая коробка с эмблемом не будет там типа доска которым будем забивать кубиками но тоже тоже не первый раз и там будет собственно повышаться так сказать наш рейтинг в конечном итоге вы будете получать всякую ерунду непосредственно найти новые эмблемы ну по традиции показать это сидел не могу потому что ивент у нас стартует на следующий день так что у нас тут еще будет по ивентам и добавится у нас еще магазин дополнительной честь новых эмблем там выполняя непосредственно всякую опять этот вот ежедневную активность вы будете получать очки вот и эти очки потом сможете обменивать на всякие плюшки но я смотрю на форуме то что всякая ерунда на самом деле поэтому такое себе но я смотрю там задор ящик для материалов для крафта один ну что это такое никуда не годится так и у нас по моему теперь можно еще в обычной нелитном подземелье у нас я так понял можно за бонусные очки ну за красные там скидка продлять ход сейчас мы проверим что ну да в принципе можно продлять если кто-то топит level можете этим пользоваться ну и по традиции у нас завершились ивенты которые идут ну частности битва наездовых животных но при этом еще в игре остается ивент вот с этими бинга то есть можете сегодня еще эти карточки использовать ну наверное давайте переходим к донату значит по донату она по донату здесь наверное стоит обратить внимание сразу же у нас за красные кристаллы на постоянной основе появились новые вот эти вот сундуки причем покупая их 200 штук вы получите возможность получить еще не верный на выбор вот в сундуках здесь я так понимаю у нас только новые идут кубики поэтому в принципе кого если большое количество красных можете пользоваться так значит дальше переходим в специальный магазин сейчас я подождите магнадин перелечу так ну наверно лучше тут если мы начали про кубики стоит упомянуть у нас появилась групповая покупка здесь за 30 баксов можно взять 100 кубиков плюс еще взять коробку с юэрным кубиком на выбор ну довольно полезная вещь иногда бывает такое что вот прям не хватает конкретного кубика вот и верных нет как бы на юэрный там вот так вот приткнуть его участка не хватает ну тут еще видно что у нас есть камень превышение лимита эмблемы 100 лаков 30 топазов и 2 вот этих вот молотка чтобы дать участь но участие и от молот удачи здесь вот можно предложено везение вытянуть 100 коробок дополнительно плюс еще мы видим что при 25 50 75 100 процентах вы можете тоже получать дополнительной коробки но и на 100 процентах получить еще и лэрный кубик но мы как видим то что вот у нас народ что-то не особо как бы спешит покупать эти групповые паки потому что всего шесть процентов но по сравнению с теми же предыдущими где у нас были паки на вот эти новые мафры и точки там прямо буквально за полчаса набиралась сто процентов здесь у нас мы видим что народ как-то пока скептически этому относятся ну по она и понятно потому что это можно особо без доната все это дело постепенно собрать вот значит что у нас тут еще нового так ну наверное стоит теперь показать то что нас тут добавили такой вот рандом виде коробок с точками на морфы значит тут можно было за 100 баксов ой за 100 баксов меня из-за тысячу красных взять попытать счастья и попытаться вытянуть например от 6 до 10 точку и дальше вот у нас тут идут к так сказать уже за доллары за рубли всякие разные паки где у нас есть рандомные точки но принципе такое себе ну то есть топит может тоже это все дело скупить появился у нас очередной новая гатион какой-то петух тут все стандартно 50 баксов сам агатион и 30 баксов чтобы сделать юэр нам хотя вот тут они что-то жадничают потому что насколько я помню предыдущий агатион там суммарно за 50 баксов можно было сразу делать уверенно что то они теперь снова решили за 80 продавать но и сохранились у нас петы в продаже так сказать но они я думаю буду долго так значит что тут еще у нас добавилось рекомендуемых у нас появился новый пак на пробуждение артефактов я так понимаю что можно купить его всего три раза за 50 баксов здесь 10 эсэрных камней 10000 скраба но напомню что эсэрные камни 3 в 1 можно сделать юэрных вот так же у нас здесь есть пак который можно покупать каждую неделю за 50 баксов здесь пять рецептов на элэрный кубик но опять как раз хватает чтобы сделать один элэрный кубик 3 юэрных рандомных и 3 эсэрных на выбор также у нас здесь есть недельный лимит от терпту добавились нас рандомные точки значит видно что тут можно 30 баксов потягать с на и от 6 до 10 р на 6 до 10 эсэр на 6 до 10 три раза в неделю можно дело брать и то же самое здесь за 70 баксов есть юэрные тоже можно потягать и лэрные но это как раз таки под закрытие кодекса как можно попробовать но на самом деле такое потому что сохранились продажи паке который просто сразу же нужные морфы заточены и вы сразу можете закрывать кодекс так смотрю что еще но исчезли из продажи например вот круповая покупка к распитать от нам афрой но ее заменили воды в принципе здесь особо ничего больше ты нет вот как я уже упомянул что сохраняется продажи готовые паки с заточенными как бы морфами поэтому я не знаю для кого рассчитывать и новые точки ну непонятно вот ну в общем обновление как обычно получилось не очень большое добавили эти пять новых книжек добавили к туру ну и по традиции поговорим в конце что нас ждет впереди но по сути у нас от кореи отделяет только одно крупное обновление это проф и расширение проф которые уже неоднократно упомянул предыдущих моих видео поэтому скорее всего мы ждем это в начале мая вместе с заметками разработчика ну а дальше там на корее были какие-то минорные обновления которые в принципе особо ничего не приносили в игру там какие-то артефакты добавляли который нас поможет тоже есть добавляли карточки монстров и добавляли две новых подвески которые тоже идут с прав и но тут теперь вопрос когда нам ведут новые расширения профы добавить ли нам одну подвеску как ну это было на корее либо у нас по традиции объединят на несколько обновлений запихают в одну и сразу ведут нам лупану три подвески поэтому ждем смотрим но и тут как бы как я уже только что сказал мы его довольно плотно уже приблизились к корее и там уже буквально от нас отделяет одно крупное обновление поэтому может быть все идет тому что может быть все клиенты объединят переведут просто корейский клиентом английский тире русские языки там ну и прочее и может быть просто тупо его заменят ну посмотрим как бы об этом естественно никаких там слухов даже нет ну поэтому принципе все постепенно идет ну тут мне больше особо добавить нечего поэтому всем спасибо за внимание всем пока